Вода из этого озера начала уходить около четверти века назад, старожилы вспоминают, 25 лет назад озеро начало мелеть. Уровень целебной воды, слава которой гремела на весь Союз, впервые стал подниматься в этом году благодаря осадкам. А когда несколько лет назад от озера осталась всего небольшая лужа, оно помогало людям выжить в голодные годы, вспоминает местный житель Жумата-Есентай-Улы. Тогда озеро было сверху белым, как под покрывалом, а потом воды вообще на озере не осталось. Только маленький пятачок в самом центре. На него прилетали птицы, но почему-то не могли улететь обратно и оставались здесь. И они были неплохим подспорьем во времена голода для местного населения. Серик Байбалхбаев тоже может рассказывать об этом озере часами. Озеро, раскинувшееся неподалеку от предгорий Каратау, обладает еще и лечебными свойствами. Вода по своему составу идентична составу воды Мертвого моря в Израиле. В советское время старшее поколение это хорошо помнит. Здесь располагался санаторий, правда и он не мог вместить всех желающих. А потому туристы снимали комнаты в домах местных жителей. У нас сейчас единственная мечта, чтобы из канала, по которому вода идет в озеро, брали для полива необходимое количество, а остальное все-таки отпускали в озеро. Еще полтора десятка лет назад озеро было полноводным, и по нему курсировал прогулочный теплоход. Все желающие катались на лодках. Эта лодка так и осталась стоять здесь и служит лишь горьким напоминанием былой популярности этого места отдыха. Ну а прибрежный поселок мог бы стать декорацией к сюрреалистической картине, покосившейся и заброшенной домики. Здесь нет никаких условий ни для жизни, ни для временного приема туристов. В местном Акимате не скрывают эту территорию, необходимо возрождать. Но прежде чем начать осваивать эту территорию, необходимо решить земельный вопрос, говорят чиновники. Эта земля, оставшаяся без присмотра, сейчас будет передана природоохранному управлению. Затем ее переведут в коммунальную собственность. И только после этого мы сможем продавать ее предпринимателям, чтобы они могли развивать эти земли, создавать условия для жизни и отдыха туристов и местного населения. Сейчас многие, услышав о пополнении уровня в озере, хотят приехать. Но пока здесь нет никаких условий. Козелколь входит в список ключевых орнитологических территорий и представляет собой одно из лучших мест для наблюдения за птицами в Казахстане. Кроме этого, озеро имеет статус государственного заповедника, зоны областного значения и включен в список ключевых орнитологических территорий Казахстана. Но чтобы его возродить, необходимо уделить внимание малым озерам, некогда пополнявшим основное озеро. А также решить вопрос с каналом, который когда-то вливал свои воды в озеро.